Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Вы не поверите, но мы всё ещё тут. Олег Пик Александр Шунин на страже вашего хорошего настроения. Утро на Болткоме. Не в том смысле, что мы его не пропустим к вам. Ну как, ну, чтобы было, зашло и никуда не уходило. И мы вот за этим столом практически соображаем на троих, даже на четверых, если считать нашего звукорежиссёра, Евгения Копеина. К нам присоединяется автор-исполнитель песен Родион Гордин. Здравствуйте. Всем привет, доброе утро. Очень рад быть снова с вами, пообщаться с умными людьми. Нас обозвали умными. Да, хотелось бы хоть раз ещё красивыми. Я в этот раз готовился. В следующий раз я назову вас и красивыми, да. Родион, вот, ну, как живут артисты сейчас, вот, учитывая то, что началась, действительно, не, закончилась пандемия, вот, началась вот вся и гастрольная, и концертная. То есть мы видим огромнейшее количество сейчас мероприятий, которые происходят в городе. И иногда кажется, что вот всё, вот, как этот, сошёл этот жуткий коронавирус, и без масок уже как-то мы так расслаблены. А живут, на самом деле, по-разному. Я как бы сам не считаю себя, я больше занимаюсь продакшеном, то есть я больше как продюсер, который находится за кадром проектов. Но поскольку вот сегодня тоже я пришёл презентовать и свою песню, то частично я иногда и появляюсь как в качестве артиста. Но сами артисты, в принципе, с которыми я очень плотно общаюсь и много, они живут по-разному, у всех разные. У кого-то как раз-таки сейчас началась жизнь по-новому, у кого-то она наоборот, то есть очень зависит от того, на какой рынок артист работает. И сейчас в силу тех ситуаций, которые происходят, скажем, кому-то пришлось перестроиться, кому-то пришлось думать. То есть, ну, по-разному, очень разные эмоции на этот счёт у всех. Ну, смотрите, практически два, даже три больших рынка, это Украина, Белоруссия и Россия. Ну, в силу вот этих обстоятельств сейчас то, что идёт война, практически закрыты для гастролей. Ну, понятно, что тяжело. Да, локальным артистам, как раз-таки сейчас, мне кажется, в более выигрышной ситуации находятся более маленькие артисты на локальных рынках, потому что, в принципе, здесь даже в рамках Латвии можно что-то делать, можно работать, скажем, стримингом всё равно работает. И тут уже вопрос аудитории и всего остального. Другой вопрос, что сейчас не самое лучшее время, может быть, выпускать какие-то песни. Да, и всё-таки артисты, они на лето планировали, я думаю, в основном весёлые песни, которые сейчас тоже не очень к месту, поэтому мы видим, что и в России сейчас выходит очень мало, ну, новой музыки, и, в принципе, про Украину я ничего не говорю. Но, на самом деле, очень интересно, как оно всё повернётся потом, потому что, в принципе, самый главный, как мне кажется, поставщик именно хитовой русской музыки была именно Украина, украинские авторы. И вот как оно сейчас развернётся после этих всех событий, я не знаю. А как-то отразится происходящее вокруг на вашем проекте? Насколько я понимаю, вы только-только начали создавать свой лейбл. Да, я не знаю. Мне, на самом деле, я вижу так, что делай дело, а потом уже смотри, что происходит, и проблему решать будем по мере выступления, но я вижу, что, конечно, отразится. Оно отразится не в том, может быть, что всё, мы не будем этим заниматься, а, скажем, просто мы будем искать какие-то новые пути, скажем, развития, и если у нас был до этого один фокус, то сейчас он просто другой. То есть, но в то же время эта вся ситуация, она немножко повернула, во-первых, заставила думать иначе, и второй момент, что если до этого мы планировали больше работать, скажем, с местными артистами латвийскими, и работать с ними на экспорт, там, на русский рынок, ну, имеется в виду на русский рынок не только Россия, но и везде, где есть русскоговорящие люди, то сейчас у нас есть девочка из Украины, которая вот бежала в Ригу, с которой мы сейчас работаем и делаем песни на украинском языке. То есть, я, в принципе, никогда не думал, что я буду работать с музыкой на украинском языке, а вот сейчас, ну, к сожалению, из-за этой ситуации такая возможность появилась, и, в принципе, то есть, это немножко развернуло, скажем, проект на такой, ну, может быть, даже на другие масштабы, я не знаю. Ну, и как раз на украинском языке записана песня, премьера, которая состоится завтра официально. Нет, завтра это русская песня, сегодня она, сегодня будет у вас, это мой сингл, который я написал где-то еще до всех этих событий, то есть, оно как-то все нагнеталось, она тоже получилась лирическая песня, а украинская девочка, это будет ее сольный проект, над которым я просто работаю как продюсер, и она выйдет, наверное, летом. Вот. Ну, однако у вас накопилось там. Да, на самом деле очень-очень много материала, и, в принципе, то есть, поэтому сейчас тоже выходит эта песня, потому что весь последний год я, в принципе, занимался продакшеном для других артистов, это были абсолютно разные схемы, то есть, ко мне приходили люди со своими песнями, мы писали сами песни, то есть, у нас образовалась определенная команда, с которой вместе мы работали по написанию песен, по продаже песен, и сейчас мы просто, когда накопилось очень много материала, я понимаю то, что не хочется оставлять его в столе, хочется как-то сделать так, чтобы мир его увидел, и именно конкретно эта песня «Высота», которую мы сегодня послушаем, она, в принципе, появилась вот за, может быть, месяц-два до всех этих событий, то есть, уже как-то все сгущались, тучи, вот, и я просто ее, когда все это началось, я ее слушаю и понимаю, что это вот о том, что сейчас происходит, о том, она в целом о силе слов, о том, что слова, они, в принципе, могут ранить нас гораздо сильнее, чем что-то остальное, и я ее слушал и понимал, что ее нужно сейчас как-то выпустить, и поскольку у меня не было идей, кому ее предложить, то я просто подумал, что самый быстрый и простой способ – это будет выпустить просто ее от себя, вот. – То есть, никому не доверю, спою сам. – Нет, спел, кстати, тоже не я, парень, который ее поет, это вокалист из Ташкента, и я его нашел, у меня было так, что мне просто стоял вопрос, что мне нужно сделать песню. Я понимал, что у меня есть знакомые вокалисты, которые тоже могут в этом поучаствовать, но мне хотелось найти какого-то человека, который будет немножко с непрямыми русскими корнями, то есть, чтобы он звучал как-то немножко колоритнее. И я начал искать в Инстаграме вокалистов, нашел его, мы списались, я ему предложил, он сказал «классная песня, давай» и вот. – У вас происходит такая история, как в этом анекдоте с простым Иваном, который президент Всемирного банка, когда нужно сделать эту операцию «Женить на дочке Ротшильда». То есть, можно обратиться к Полу Маккартни и сказать, что так и так, вот есть песня, не хотите ли сыграть на гитаре, да что в этом, ну, будет зато Стинг на вокале. А, ну тогда, да, потом Стинг позвонит, скажет, ну, хотите там, ну, будет зато играть на гитаре сам Полу Маккартни, ну, а, ну тогда… – На самом деле так оно и происходит, то есть, в принципе, все эти какие-то предложения песен или сотрудничество, это все начинается с простого СМС-сообщения, там, Инстаграм или еще где-то, и просто иногда эти звезды видят эти сообщения, они отвечают на них. Ну, то есть, конечно, чаще, если, скажем, заниматься этим профессионально, когда мы предлагаем там, это так называемый питчинг песен, когда мы пишем песни для определенных артистов, которых мы не знаем, но которым мы бы хотели предложить эту песню, так все и начинается. Мы начинаем искать либо теплые контакты, либо пишем напрямую, просто если нету никаких контактов, и многие отвечают. Иногда это не подходит, и поэтому ничего не срастается, но в плане это действительно так и происходит. – Интересно. То есть, а предлагаются песни под какого-то… пишутся песни под определенного артиста? – Если заниматься этим профессионально и целенаправленно, то, конечно, да, нужно изучить творчество конкретного артиста, и его тексты, и его посыл, который он несет в целом в своих песнях, и уже писать конкретно под него. Ну, тогда это есть… То есть, ты просто… Чем больше ты делаешь какой-то ресерч по определенному артисту, тем больше шансов, что он захочет эту песню исполнять. То есть, там вплоть до того, что ты должен угадать и с тональностью, и по тексту, и это очень сложная, на самом деле, работа. Вот, но просто получается, что чем более универсальнее ты можешь придумать какую-то песню, тем больше потом возможностей ты можешь предложить… Ну, поскольку артисты тоже между собой похожи, да, то, соответственно, если песня подходит, условно говоря, Зиверт, то она может подойти и кому-то, там, Мари Краймбрери или еще кто-то, кто находится в ее категории. Вот, ну, по-разному. – Какие интересные тут… – Нет такого опасения, что засылаешь кому-то пич-песни, отвергают, нет, там, не мой стиль, еще что-то, а потом слышишь по радио что-то знакомое, и понимаешь, идею-то все-таки творчески обработали, не сказать грубее. – Нет, я думаю, что… Я не вижу в этом большой проблемы, потому что в целом, если ты учишься, ну, приходишь к тому, что ты способен сгенерировать одну идею, то ты сгенерируешь и здесь, и других идей, и, скажем, сами идеи, как мне кажется, они вообще здесь в данном случае особо ничего не стоят, потому что это такой момент, что вот она появилась и появилась, но реализация всего этого проекта, то есть, скажем, придумать мелодию, то есть там не все заканчивается просто на какой-то идее. Я понимаю, да, о чем вы говорите, но чаще всего, во-первых, и артисты сами не хотят этим заниматься, и… Но бывают такие случаи, да. Но в целом я не думаю, что что-то ты очень много, ну, потеряешь от того, что кто-то позаимствует твою идею, и все-таки очень часто бывает так, что тебе приходит мысль для хука песни, именно, ну, концепт, и ты вдруг, ты понимаешь, что вышли еще там три песни, ты никому ее не показывал, но выходят три песни с ровно таким же, такой же идеей. То есть сейчас это вот самый большой, последний пример, это у меня была идея про бывших, ну, у всех есть бывшие, и буквально через полгода выходят три песни про эту тему. Ну, то есть, я не знаю, я сам ее не дописал, я ее никому не показывал, и вот оно просто… То есть люди, они все-таки есть какая-то определенная связь у них. А вот что, действительно, вот самое ценное, что делает песню узнаваемой, потому что раньше мы все прекрасно знаем, что песни были достаточно простые, то есть там собирались, условно говоря, там, Битлз, там, бренчали на гитарах, и вот два аккорда совпали, быстро набрасывался текст, и там мелодии очень простые были. Сейчас мы слышим композиции, в которых звучит очень много инструментов, очень много, ну, каких-то переходов, буков, вот это то, что изменилось. Вот что делает песню как бы такой узнаваемой, яркой? В чем изюминка? Изюминка так и остается, в принципе, в мелодии и в смысле. То есть, скажем, все хиты, даже сегодня, если мы берем какие-то большие песни, которые становятся действительно большими хитами, у них у всех очень классный текст. То есть, если вы возьмете любой большой хит и сыграете вокальную мелодию на пианино, то вы услышите, что эта мелодия очень красиво звучит сама по себе, даже без текста. И это и отличает все большие хиты, то есть, в принципе, мелодия и смысл остаются все равно каким-то фундаментом для песни, хорошей песни. А уже просто вопрос того, вопрос времени, это уже меняет просто ее упаковку этой песни. То есть, в принципе, все, что мы слышим, куча инструментов, каких-то эффектов, это все всего лишь обертка песни, которая вот сейчас модна, завтра она не будет модной. И, скажем, просто проблема, которую я сейчас вижу в песнях, то что сейчас все начали, очень модно стало придумывать вот эти хуки, думать о том, что нужно какую-то фразу сделать, которая должна как-то удивить всех. И все песни сейчас как-то, по большому счету, это такой конкурс креатива просто. Кто прыгнет выше чьей головы. И сейчас оно все превратилось, если поначалу это было интересно, потому что появлялись какие-то интересные песни, там, «Малиновый свет», еще что-то, то сейчас это все стало такой, что огромный поток каких-то непонятных идей на тебя, креатива летит, а песни где? То есть, и сейчас вроде как чувствуется опять, что идет возвращение к тому, что все-таки песня, она должна быть честная. Прилипчивая, наверное. Но прилипчивая, это, конечно, да, это делает мелодия. То есть, это, в принципе, главное. То есть, может быть очень классная мелодия, но плохой текст, и тогда она не станет хитом. И очень много, скажем, то, что я вижу, то есть, я, в принципе, эту тему сонграйтинга изучаю, наверное, так основательно последний год-полтора. И, скажем, я сейчас, я, во-первых, и свои старые песни все слушаю сейчас и понимаю, в чем была проблема. И я вижу сейчас, что просто много людей талантливых, которые придумывают классные мелодии, но вот по тексту они слабовато пишут, и поэтому эти песни, они не становятся. И у всех вопрос, а почему вот я пишу классную музыку, а она не становится популярной? А что должно быть сначала, текст или мелодия? А очень по-разному. Я всегда придумываю... Я всегда начинаю вообще с музыки. То есть, у меня появляется какая-то последовательность аккордов, на которую я начинаю этот так называемый рыбий язык, когда ты напеваешь какую-то мелодию, там... — Скрамблэк... — Да, то есть, вылезают какие-то в этот момент слова, и ты уже, в принципе, можешь зацепиться, у тебя может вылезти прям действительно хок. Это такая работа вселенной и мозга. — А число мелодий, оно конечное или нет? Нот всего семь. Настанет ли тот момент, когда мы переиграем все возможные... — А мне кажется, уже переиграли. Раймонд Пауз уже давно сказал, что все мелодии сыграны, и что, в принципе, вся музыка уже написана. Она же как происходит? Вся музыка пишется... Наш мозг, он в течение жизни собирает разную информацию, мы слушаем одну музыку, вторую музыку, и всё, что мы потом выдаём из себя, это просто случайная комбинация всего того, что мы слышали за всю свою жизнь. — И ещё мы делаем вывод, что нужно аккуратно относиться к тому, что мы выпускаем в свой мозг. — Да. — И к тому, что всё является плагиатом в конечном итоге. — По большому счёту, да. Но если вы слушаете радио «Болтком», то есть шанс быть умным и красивым. — Спасибо. — Спасибо. — Наверное, нам время уже надо... — Да, мы пробираемся к высоте. — Высота. — Взять высоту. — Взять высоту. — Да, про высоту. — Вот как появилась песня, как её появилась идея, вот перед тем, как мы послушаем, может быть, несколько слов о самой... — Да, идея была такая, то что я немножко об этом уже рассказал. — Ну, как-то... — Состояние было такое, какое оно было, и в принципе, как и любая песня, это больше такой эмоциональный какой-то всплеск, и здесь оно вышло, вот такие эмоции были на тот момент. она появилась, и как-то вот мне... Я просто думаю, что сейчас за последнее время практически каждый человек испытал на себе силу слов, то, что слова сейчас, в принципе, такие стали иметь другой какой-то вес, они разрушают семьи, разрушают отношения, да, то есть, в принципе, это песня о том, что будьте осторожны с этим. — Храните то, что имеете. — Храни Господь. — Прекрасный вывод. Перейдём к прослушиванию. Да? Спасибо огромное, Родион. — Спасибо. — Спасибо вам, да. Радиоболтком.